Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации Люберец. На встрече подвели итоги дополнительных выборов, прошедших в огурке, а также рассказали о проделанной работе служб и ведомств за отчетный период. Подробности у моей коллеги М. Луизы и Гязарян. За соблюдением правопорядка на избирательных участках следил практически весь личный состав Люберецкой полиции. По словам Евгения Романцева, единый день голосования прошел без нарушения общественного порядка. Также на прошлой неделе Люберецкие правоохранители раскрыли 30 преступлений. За прошедшую неделю в Межмуниципальное управление Люберецкой поступило 1850 сообщений от граждан. По данным сообщения возбуждено 35 уголовных дел. Два пожара произошло на территории городского округа Люберцы на минувшей неделе. Оба происшествия обошлись без пострадавших. В одном случае сгорело два сарая, а во втором – кухонная плита и мебель в жилом помещении. 9 сентября в 8 часов 28 минут городской округ Люберцы, поселок Росково, улица Осавиахима, дом 12. Прокопили стены-потолок на площади 12 квадратных метров. В Люберцах продолжается реализация губернаторской программы «Мой подъезд». На сегодняшний день в округе отремонтировано 114 входных групп. Чтобы завершить план этого года, остается преобразить 27 объектов. Кроме того, подъезды многоквартирных домов адаптируют для маломобильных групп населения. Всего запланировано в проведении работ 46 подъездов, в которых проживают 54 инвалиды. Работа выполнена в 27 подъездах. Работа проводится в срок, нарушений графика работ нет. Председатель территориальной избирательной комиссии Борис Новиков подвел итоги единого дня голосования. По результатам дополнительных выборов в Совет депутатов городского округа Люберцы вошли члены партии «Единая Россия» Владимир Маланин и Рубен Савялов. Хочу поблагодарить членов участковых избирательных комиссий, наших уважаемых наблюдателей, наши средства массовой информации. И, конечно, благодарю за большую работу сотрудников полиции и Росгвардии, которые осуществляли безопасность на наших участках. Во время совещания Владимир Ружецкий наградил выдающихся спортсменов округа. Среди них председатель Росмолспорта Подмосковья Сергей Агаджанян. Люберчанин установил рекорд России и мира в такпуле. Он осуществил буксировку самолета массой более 16 тонн. 35-метровую дистанцию преодолел за полторы минуты. При этом спортсмен надувал до разрыва три медицинские грелки объемом 3 литра.